всем привет сегодня у меня достаточно необычный обзор я решил сделать обзор на олдскуль на бугарсию в принципе кого-то прям рационального смысла покупать сейчас такую катушку его нет единственное чем берет эта катушка это вот своей вот такой вот олдскуль и эстетикой то есть это такое знаете harley david какой-нибудь такой из семидесятых в мире катушек ну ладно из восьмидесятых то есть такая огромная пердящая штука не максимально неэффективную но так она классно выглядит данном случае там бугарсия c3 размера 4601 точно узенькая все обычно 56 ловят ну а это 46 поменьше а уже вот сильно много распинаться не буду про нее но это вот та самая бугарсии которую якобы мы потеряли особо ничего не про не сказать никакой эргономики у нее нет у нее ужасная эргономика бочки вот у нее отвратительная рукоятка короткая вот это уже более такая модерновая уже изогнутая но тем не менее отвратительная рукояткой короткая неудобная короче фигня кнопы болтающиеся вся катушка люфтит но она вся металлическая здесь вся рама всеми все металл значит звезда фрикциона тоже неудобно никаких микрокликов нигде нет ни на осевом тормозе не вообще нигде никаких микрокликов нет прям такой жесткий жесткий олдскул но я хочу проверить на что она способна по новой методике с 1 тест это тест на дальний заброс поет ли такая катушка для джига с берега ловли жереха на пилькеры и прочее научное будет сравнение с другими катушками если другие тестами на канале не видели посмотрите по дальности заброса унции пустой можно всегда объективно оценить может ли катушка далеко бросать значит у этой бугарсии у нее центробежная система регулируется на вот настолько олдскульно чтобы до невозможности то есть нужно выкрутить три винта чтобы добраться до тормозной регулировки тормозной системы это конечно крайне неудобно вот и многие просто регулируют тормоза осевиком в данном случае я поставил один центробежный грузик из 6 ну и осевик я сейчас выставлю в ноль здесь намотана 135 метров шнура по толщине наверно около тройки если по японской классификации судить вот смонтирована катушка на удилище мейджор крафт triple кросс два с половиной метра длина 1050 тест и так бросаем пустую унцию привычки выставлять на центр здесь это не требуется да у катушки не отключаемый лесовод то есть вот отпускаешь пулю и она все равно вращается выставлять по центру для дальнего заброса совершенно необязательно вот ну еще попробуем надеюсь никуда не отстрелю ничего не улетит к один грудик центробежный всего включен какая-то небольшая перебежечка в начале было но ничего удивительного катушка сильно далеко не бросила метров наверно на 60 может на 65 никаких изменений в регулировке я внести не могу потому что здесь так уже стоит минимум то есть осевик в ноль и один грузик можно только еще раз пробовать забросить но поначалу были какие-то перебежечки давайте я пробую чуть-чуть наверное осевичка добавить то есть я не ослабляю тормоза усиливаю их вот такой свист будет хорошо заброс слушайте с осевичком то дальше полетела не сильно но дальше чуть-чуть его ослабим так все натянул считаем обороты здесь 53 к одному ну сколько за один оборот выматывается не знаю дать просто по оборотам посудим 142 оборотами 141 у меня получилось но даже если считать что в среднем она полметра за один оборот выматывает это порядка 70 метров на глаз где-то так и есть чуть-чуть я осевичок ослабил давайте еще попробуем урок везде проходит чуть-чуть подальше получилось капельку бросать нужно прям со всей силы иначе не летит считаем обороты 147 оборотов получилось ну то есть и правда чуть чуть подальше здесь видимо надо прям мастерство проявлять чтобы с этой катушкой далеко бросать на кастомных обушках бросают там смогли на магнитах у меня катушка абсолютно в стоке все стоковые магниевые и центробеги ошибки все на все вообще катушка просто вот это из магазина не раскатанное ничего практически новая ну примерно так же улетела можно по остатку шпули смотреть вот что могу сказать что дальше летит если бросать не по высокой параболе а по низкой то есть чуть чуть попозже нужно отпускать палец чтобы чтобы не под 45 летела как на магнитных катушках да а вот чуть чуть более прямо тогда улетает дальше эль койоту привет я теперь я понимаю почему ты так сам бросаешь ну да в четко все те же самые 140 оборотов повешу приманку сейчас посмотрим что будет так ну тот же самый грузик 28 плюс 9 сантиметров приманка бросаем таких забросов у меня уже какие схватывают это разминаться нужно ну чуть чуть ближе улетела метра на четыре наверно плюс-минус может на 5 считаем раз слушайте 135 оборотов ну то есть среднюю как вот я предполагаю то есть это на где-то 3 метра 4 ближе чем с грузиком ну то есть за центробеги они все-таки душат максимальная максимальную дальность приманка не сильно повлияло на дальность заброса то есть вполне себе катушка для джига подходят с берега но вот так скажем так на грани уже если у вас есть такая катушка ну или там более широкая неважно любая абу гарсия бочка в принципе с ней можно спокойно с берега джиговать никаких проблем с этим не будет вот и все давайте я попробую повесить легкий грузик ну повесил я 5 граммов приманка тоже 9 сантиметров легкая резиночка так тормоза никак не менял здесь все тот же один грузик центробежный вот пробуем так связь чуть подлиннее ну да тут уже со всей силы бросать бородинца возникает надо настраивать лезть не хочу давайте осевиком подожму очень настроилась и по классике приманка падает в воду и дальше катушка перестает крутится пробуем заброс мне надо все таки грузики включать возник опять возникла бородинца с одним грузиком это мало все сейчас 2 ты сейчас 2 центробежный грузик включу хотя ладно давайте я вам прям ускорю просто видео покажу онлайн как настраивается катушка ну порядка минуты наверно у меня это заняло но так по субъективным ощущениям так давайте я осевик настрою в ноль блин конечно на этих архаичных конструкциях совершенно непонятно что происходит со севиком вроде в ноль давайте два грузика включил бросаем ха замечательно 25 метров легко это 5 грамм плюс резинка то есть приманка очень порусящие давайте брошу посильнее на посильнее уже перебежечка так включу я значит три грузика осевик хрен пойми как настроен я не понимаю ну просто нет даже но она так и так не болтается шпуль вот вы считать что в ноль заброс где-то центробеги короче не помогают этой школе за остановиться на легкой приманки вот чуть-чуть под душила севичка не улетела примерно там чуть дальше 25 наверно ну да 50 оборотов так давайте чуть-чуть ослаблю ну в общем приманку 5 граммов плюс резиночка небольшая там за 20 метров катушка бросает то есть при желании вполне возможно но наверно надо шпур потоньше для этого нужно наверно другую шпулю потому что под эту шпулю тонкого шнура влезет очень очень мало в общем некомфортно под легкие приманки короче катушка не годится но как я уже говорил практически любой катушкой можно бросать легкие приманки вот если это конечно не какой-то морской гигант для известной ловли бэд кастинговой катушкой практически любой может легкие приманки кидать на то расстояние на которое они предназначены то есть 25 метров считаю что вполне боевой запрос так ну выводы по абу гарсии что может сказать катушка очень олдскульная она вполне способна нормально ловить рыбу но прям специально ее покупать нет никакого практического смысла вот только если она вам нравится эстетически нравится например мотоциклы харли дэвидсон старые американские маслкары там может быть вы просто по ретро угораете вот вот для любителей ретро вот эта катушка да она вполне нормально вы не будете с ней там прям страдать для ультралайта конечно не нам куча тюнинга это все можно и обвините противник рассказывать не буду это слишком глубокая тема и даже не погружаться не хочу в общем если брать чисто в стоке катушку она вам позволит забрасывать практически любые нормального размера приманки вот и это чисто тема для эстетов если вам важно как эстетически выглядит как выглядит ваша снасть и вам нравится ретро стиль пожалуйста вот это конечно трипл кроссе катушка не смотрится а вот на каком-нибудь ламигласе стареньком стареньком таком таком ух мощном вот на ламиглас бы она идеально встала идеального подошла и скажем так это вот не как знаете есть хороший олдскул а есть плохой олдскул вот например плохой олдскул мечта невские катушки ну то есть конечно с ними тоже можно ловить но это печаль и боль а вот это вот хороший олдскул если невская катушка это там жигули да то вот эта катушка это форт мустанг и там несколько катушка это урал то вот эта катушка это харли-дэвидсон она конечно и выглядит симпатично и выполняет свои функции гораздо лучше в принципе все вот такая вот у меня минутка эстезики на канале все всем пока